Всем доброй ночи! Пришло время покормить удавчика. Вот сейчас попробуем это сделать. Значит, вот так вот с таким фоном буринг. Здесь Мигелла. Почему попробую сделать? Потому что они не всегда соглашаются покушать на камеру. Кормовые объекты у меня уже растаяли. Вот сейчас выдам. Это я дам вам Мигелле. Нюхает, нюхает. Сейчас такая же тема бурингу. Прям в лицо. Занимайтесь, дети. Очень вкусно и полезно. Буринг, буринг такой. Да, надо понюхать, подумать. Все нормально. В прошлый раз ел в потемках. Как будет этот раз, еще неизвестно. У него что-то через раз получается. Тоже стеснительный парнишка растет. А это подкрадуха муха. Тоже еще. Струится, струится твою дивизию. Бывает, как-то тоже долго думает, стесняется. Бывает, эффект наберет. Ну да, скажи. Вроде и есть хочется. Что-то сомнения, колебания какие-то. Обнюхивает, обнюхивает. Кто еще не в курсе, значит, змеи, как и у блюфары, пространство обнюхивает язычком. То есть она сейчас нюхает и пытается понять, что это за фигня у нее перед лицом лежит. И вот если идентификация объекта пройдет успешно, она все-таки надумает это поесть. Ну, чтобы поела, еще внешние факторы могут мешать. То свет, то страшно, то еще что-нибудь. Как плохому танцору. Да, потому что дети еще на раскорме. Мы всего еще боимся. Только период приручения идет. Так что, да, еда тоже бывает страшная. Бери, бери, вкусно, бери. Чего думать долго? Хватай, пока не убежал. Давай, давай, то убежит. Все шансы есть. Ну, это я шучу, конечно. Заморозка уже давно дохла. После размораживания уже точно не оживет. Как-то так. И Боринг тут думает, есть или не есть. Вот в чем вопрос. Да, если есть, то при свете. Или лучше все-таки подождать, пока свет выключат. И контейнер закроют. Тоже еще сомнения, колебания. Да, бери уже, съедобная, 100%. Вот еще дилемма какая. Сейчас покажу, как Боринг сейчас тоже навис. Над своим кормовым объектом. И тоже в раздумьях. Он умирел, она думала взять все-таки. Сейчас уже ротик открывать будет. Каждый раз такое чувство, что у нее рот лишний раз не открывается. Вот так уж сильно она сосредотачивается это сделать. Тыкается, тыкается. А он никак, зараза, не открывается, этот ротик. Ё-моё. Вот как-то скажи. Я уже ела, а рот нет. Сбой матрицы. Ничего не знаю. Открой рот и будешь кушать. Ну, что тут думать-то. Жесть. Впритык. Толкает, толкает носом. Бери, бери. Съедобная. Давай. Это у меня есть кому еще отдать. Тут конкурентов много. А, говорит, ну раз отдать, тогда лучше съем. И сейчас начнет тягать еще тоже. Спецэффекты начинаются. Угу. Вот, началось. Ну, хотя бы взяла, уже обнадеживает, да. Потому что буринг пока еще вот в раздумьях. Тыкается, тыкается и никак. Да, тут хотя бы процесс пошел, уже легче. Сотни тысячный раз напоминаю, кому неприятно, просто не смотрите. От того, что вы заблочите мое видео, ничего не изменится. Я подам апелляцию. И оно вернется обратно в просмотры. Потому что здесь никакого жестокого обращения с животными нет. Да. А там, где правда жестокое обращение с животными, там почему-то никто не жалуется. И видео не блокируется. Вот это, конечно, загадка ТикТока. Да. Как-то так старается ребенок. Молодец, девчонка. Все-таки девки в животном мире рулят. Потому что они более такие смелые, умелые и так далее. Рода позаботилась, чтобы продолжительницы рода были чуть продвинутей, чем самцы. Не в обиду мужчинам. Ну, природа такая. Как-то так. Давай, давай, солнце. А, ну вопросов нет. Если упираться как бы кормовым объектам в пол, и тупо на него насовываться вот таким вот, да-да-да, макаром, то процесс пойдет намного легче. Это даже не обсуждается. Ммм. Какие технологии. О, запатентованные Мигелой. Да-да-да. Вот это, скажи, процесс. Сейчас, скажи, как запихнусь. Вот так вот, скажи. Супер. Давай еще раза два, и ты точно запихнешь целиком. Если хорошо постараться. Да, жесть, конечно. Ну, слава богу, мы так не кушаем. Все нормально. Чувство, что Буринг через стеночку наблюдает, что делает красотка. Завис такой и сидит. Давай, Мигелла, давай. Тут чуть-чуть осталось, и ты уже покушала. Вот. Совсем немножко. Половину уже запихнула. Молодец, девчонка. И глазиком своим со звездочкой похвасталась в очередной раз. Молодец. Молодец. Кушай, кушай. Надо расти большой, красивой змеей. Нормально. Ну-ка, ну-ка. Последние штрихи, так сказать. И скажи, я уже поела. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Опять-таки, если понаблюдать, она двигает отдельно левой и правой стороной верхней и нижней челюсти. И таким макаром вот напихивается, так сказать, на кормовой объект. То есть процесс такой интересный. Ну, почти справилась с задачей. Совсем чуть-чуть осталось. Да, ты не ты когда голоден. Что тут выделываться? Надо дожгать. Вот так вот. Ты все почти. Красота. Давай, давай. О-о-о. Сейчас я тебе и имущество верну, и водичку поставлю. Да. Будешь отдыхать? О-о, теперь еще глотнуть надо это дело-то. Видно, как идет кормовой объект. По ширине пищевода это хорошо видно. Прям-таки не попутаешь ни с чем. Вот и все. Ребенок поел. Сейчас, скажи, глотну и справилась с поставленной задачей. Возвращай, скажи, хозяйка имущества. Ну, а Буринг еще думает. Сейчас пока буду имущество отдавать Мигеле. Может, все-таки надумает. Ну, что, юный парнишка Буринг так и не надумал покушать при свете. Поэтому оставлю ребенка в покое. Да, имущество пока не возвращаю. Будет пустой контейнер и еда. И выключу свет на кухне. То есть он без света отлично поест. А потом верну имущество. То есть пока стесняшка. Там одно или два кормления с ним есть. Можно посмотреть в плейлисте с удавчиками. Кому хочется глянуть на этот процесс. Ну, мне главное, чтобы ребенок кушал, рос и какал. Пардон. А поснимать успеем его во взрослом виде. Ну, вот оставила ребенка. Вот только прошло полчасика. Это я чуть-чуть с верхним светом снимаю. Сквозь стенку контейнера, чтобы не потревожить. То есть еду взял, товарищ. Сейчас буду есть. Все нормально. Но взял, правда, поперек. С этой стороны плохо видно без вспышки, конечно. Но хотя бы, скажи, ем. А остальное мелочи в жизни. Да, как вырасту, стесняться не буду. Ну, тогда уже будете нормально, скажи, меня смотреть, как я кушаю. Да, да, да. А пока стесняшка. Лучше есть в темноте на ощупь. Угу. Так что лицо там потихоньку запихивается. Наверное, просто сквозь контейнер снимать неудобно. Вот он решил, что будет есть в темноте. Все нормально. Ну, почему-то поперек. Вот это, конечно, загадка природы. Надеюсь, что у ребенка все получится. Разверни, будет удобней. Да, да, да. Вот, говорит, я похвастаюсь, что тут у меня получилось. Так что мы не голодаем, скажи, мы едим. Все нормально. Правда, в потемках. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.